Линия среза у вас должна быть вот такая. То есть не вот такая, а вот такая. То есть гофра должна быть кверху. На столе всё необходимое – жестяные банки, картон, ножницы, маркеры. А на сердце терпение, внимание и забота. Вооружившись этими важными для работы элементами, неравнодушное молодое поколение развилки приступило к изучению азов изготовления окопных или блиндажных свечей. В нашей библиотеке именно акция «Окопная свеча» проходит впервые. Мы ни разу этого не делали. Поэтому сегодня мы пригласили отца Петра, настоятеля храма Иосифа Волоского, так как он этим занимается, чтобы он научил нас это делать. Потому что мы хотим всё-таки это делать постоянно. Отряд юноармейцев давний. Друзья и помощники библиотеки с радостью откликнулись на предложение выполнить благородную миссию и стать первопроходцами в таком важном и нужном деле. Когда юноша, девушка понимают, что они сделали одну свечу, что это такое? Это означает, что в течение пяти часов один боец будет в тепле. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова вместе с ребятами аккуратно и максимально точно выполнила все пункты инструкции и в финале мастер-класса продемонстрировала окопную свечу, сделанную своими руками. Эта свеча не поломается в кармане, эта свеча не искрошится. И потом, вкладывая в эту свечу свое сердце и свою душу, каждый из детей ещё и посыл такой солдату, что мы его ждём, чтобы он победил. Сёстры Светлана и София Макрчан занимаются в отряде недавно, но на их счету уже немало добрых дел, и сегодня они добавили в свою копилку ещё одну. Вкладываем тепло, души и любовь, всё добро. После выполнения всех необходимых манипуляций у ребят и взрослых получились заготовки, которые потом заливаются растопленным воском и становятся важным источником тепла на передовой. Такие мастер-классы в библиотеке планируют проводить на постоянной основе.